Всем привет! Меня зовут Юлиана и сегодня я буду готовить торт из Пинтерест. Тортик у меня будет не маленький, тортик я готовлю для четверых людей, то есть это моя мама, папа, я и Влад. Я еще не выбрала, какой сделать дизайн, поэтому завтра, наверное, посмотрю свои скриншоты, свои сохраненки и найду подходящий дизайн. Мне нужно что-то миленькое и несложное, самое главное, потому что я же не кондитер. Сегодня я буду готовить бисквит. Бисквит у меня будет на горячем молоке, готовится очень просто и несложно. Крем получается у меня будет из крем-чиз, естественно, творожный сыр, сливки и сахарная пудра. А начинка получается будет у меня ягодная, ну простая ягодная начинка. Я хотела сделать клубнику с манго, но, к сожалению, у меня в магазине то, что у дома нету манго, поэтому обойдемся без манго. Я, наверное, добавлю банан. Банан с клубникой очень хорошо сочетается. Я сейчас буду готовить крем. Для крема мне понадобится вот такой вот крем-чиз, сливочный сыр. Я его покупала за 250 рублей. Также мне понадобятся обязательно сливки. И понадобится для начинки получается вот такая вот смесь ягодная. Также я вчера приготовила бисквит. Рецепт бисквита вы увидите в конце видео. Он у меня отстоялся вот в холодильнике. Получился очень ароматный, вкусный, воздушный. Также можно просто купить готовые коржи в магазине. Они стоят около 100 рублей примерно. Также понадобится ванилин. Сахарная пудра обязательно. Для крема. И нужен будет крахмал. Вот такая смесь ягодная. Тут моя цена получается. Стоит где-то 119 рублей. То есть вообще недорого. Сначала ягодки мы разморозим. Перекладываем их в стеклянную посуду. Вот можете посмотреть. Здесь черная смородина, клубника, крыжовник. И ежевика получается вот такая вот. И отправляем в микроволновку. Чуть-чуть, чтобы потаяло. И все это дело взбиваем. Все, отправляем получается на плиту вариться. Короче, мы это отправляем остывать. А лучше, конечно, в холодильник. Вот у нас и последний коржик получается. Так, для начала нам надо сыр переместить в большую емкость. И добавим сахарную пудру. И добавлю ванилин. Вот это вот хорошая консистенция. Вкусненько. А что добру-то пропадает? Теперь сливки перекладываю в крем-чиз. Вот так вот. Вот такой вот у нас крем получается. Для пропитки я использую простое молоко. И вот так вот мы вот это все пропитываем. И затем, получается, перекладываем наш крем прямо в пакет. Затем я добавляю ягодки, получается. Вот посерединке и по бокам. Вот так вот. И мы эту прелесть закрываем. Вот так вот. Вот так вот. В общем, здесь у меня ягод немножко не хватило. Я просто добавлю пюре банана. И все. Так, теперь мы будем выравнивать торт. Для этого нам понадобится карта магнита, потому что ей очень удобно выравнивать. У меня никакого прибора больше нету. Понадобится только одна карточка. В общем, я думаю, вот это вот все оформить розовым или фиолетовым цветом. А котика сделать, думаю, из крем-брюле. Либо вот тут есть персиковый. Можно сделать, наверное, персиковый, да? Рызый-рызый кот будет у меня. Я бы сделала, конечно, серого кота. Но, извините, у меня нету серого цвета. Вот такой вот цвет получается моего будущего котика. Прям не терпится сделать его. В общем, второй котик у меня будет, наверное, такого вот цвета. Написано, что это цвет крем-брюле. Я не знаю, что за цвет крем-брюле. Надеюсь, будет коричневый какой-нибудь такой вот. Ну да, получается такой темненький цвет. Добавлю побольше. Вот такого вот цвета получается. Все, теперь начинаем выравнивать торт. Вы посмотрите, какой красивый цвет. Вообще, как зефир. Так волнительно. Ну что, поехали. Будем выравнивать это все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, рыжий у нас здесь будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый котик есть. Теперь надо его хорошо разгладить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, короче, поняла, что мой торт похож на огромный кусок колбасы. И на нем будут коты. Ха-ха-ха-ха. Просто идеально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лапки. Так. Уже похож на котика. Так, теперь надо ножки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, я не могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Котики. Вы просто посмотрите на этих красавцев. Боже, они такие колеса. Я не могу. Они такие классные. Боже, я влюблена в этих котиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они ожили. Они реально ожили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, теперь я здесь напишу ты котик, я котик. И все. Тортик мой готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот тортик у меня получается. Я просто не могу. Такая красота. Очень мило получилось. Котики на колбасе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что за сладкие малышки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот у нас красота получается. Все, завтра в 5 утра я поеду с моими котиками в деревню. Получается, для бисквита нам понадобится сахар, 4 яйца, масло сливочное, молоко и мука. Вроде бы все. И получается обязательно разрыхлитель и ванилин. Ну что, поехали. Я сейчас посмотрела видео, вспомнила, как готовить бисквит. И, как оказалось, надо 6 яиц добавить. Добавляем, получается, соль. И добавляем 260 грамм сахара. Я добавлю 206 грамм. Слишком много сахара я добавлять не буду. Потому что в тот раз бисквит получился очень-очень сладким. Теперь это мы все взбиваем до пышной пены. У меня вот такой вот поварис получается для взбивания есть. Можно использовать обычный миксер. Далее нам надо вскипятить молоко. Нам надо 230 грамм молока. И туда положить 115 грамм сливочного масла. И, получается, ставим это все на плиту. Здесь у нас получается 330 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Все это перемешать. Далее в эту яичную смесь мы добавляем немножко муки. И ложечкой аккуратно все перемешиваем. Снизу, вверх. Как комочки исчезнут, добавляем молоко. Затем опять муку добавляем. Перемешиваем. И опять добавляем молоко. Затем берем мою форму. У меня это кастрюля, потому что формы у меня нет. и по бокам тоже сделаю вот так вот слегка. Вы, наверное, думаете, что я творю, а я знаю, что я делаю. Теперь туда вливаем всю нашу смесь. Отправляем в духовку при 180-200 градусов на минуты 20-30. Ну, наконец-то готово. Нужно подождать, когда остынет бисквит. А потом мы его достанем из кастрюли. Пахнет очень вкусно. Так. Вот такой вот бисквит у нас получается. Блин, вообще классно. Просто идеально. И отправляем его в холодильник. Пусть остынет до завтрашнего дня. Если вам понравился мой тортик, ставьте лайк, подписывайтесь на меня, и я буду чаще выкладывать тортики. У меня остались обрезки, и я их сейчас съем. Даже без подручных средств получается, благодаря пакету можно сделать вот такие вот милые котики. Поэтому экспериментируйте, не бойтесь. Я вам показала, что, в принципе, любой человек может сделать такой вот милый тортик и порадовать других. Я очень устала, поэтому я пошла спать. Сегодня в 5 утра мне надо рано вставать. Всем пока!